Здравствуйте! Сегодняшнего дня вступают в силу поправки правила дорожного движения, которые отменяют необходимость доверенности на управление автомобилем. В августе, во время одной из моих встреч с молодыми политиками из «Единой России», я поддержал идею убрать эту бессмысленную бумажку из жизни автолюбителей. По моему поручению, правительствам оперативно подготовлены документы, они приняты, чтобы это решение воплотилось в реальность. Мы и дальше будем продолжать избавляться от бессмысленных и бюрократических норм, которые усложняют жизнь. Вместе с тем, хочу это подчеркнуть, нельзя принимать решения, которые могут повлиять на снижение уровня безопасности на дорогах. А вы знаете, какова сегодня ситуация. Есть статистика. Она говорит, что в России за последние годы число погибших и получивших травмы людей в целом уменьшается. И это при том, что наша страна сейчас переживает без привлечения бум автомобилизации. Около двух миллионов человек ежегодно получают право управления транспортным средством. Причем это разные категории. Растет автопарк, растет просто огромными темпами. Поэтому в целом не может не радовать, что за последние семь лет, с четвертого по одиннадцатый год, число погибших на дорогах снизилось почти на 20%. Но, к сожалению, вот если говорить об абсолютных цифрах, трагедии на дорогах, они по-прежнему ужасные. А сообщения и сюжеты о страшных дорожно-транспортных происшествиях, в том числе таких вопиющих, как наезды на людей на автобусных остановках, гибель детей, появляются чуть ли не еженедельно, а то и по нескольку раз за неделю. Опасными стали даже тротуары. Городские власти уже вынуждены задуматься о специальных мерах, чтобы защитить пешеходов на их, ну что называется, законной территории. За прошлый год в результате ДТП в стране погибло почти 28 тысяч человек. На дорогах умирают и становятся инвалидами дети. Только в текущем году более 14 тысяч дорожно-транспортных происшествий произошло с участием несовершеннолетних. Ужасная цифра. 655 детей и подростков погибли. Почти 15 тысяч были ранены. Материальный ущерб от аварии, а также их последствий, ежегодно измеряется сотнями миллиардов рублей. А если брать цифры, скажем, с 2004 по 2010 годы, это вообще колоссальная цифра. Больше 7 триллионов рублей. Но дело, конечно, не только в деньгах. Безопасность дорожного движения зависит от очень многих факторов. Мы это понимаем. Но я лично убежден в том, что один из определяющих факторов это наша с вами культура, культура вождения и ответственность всех участников дорожного движения. За последние годы мы стали цивилизованнее, стало нормой пристегиваться ремнями безопасности. Раньше многие это игнорировали. Пропускать пешеходов. Но посмотрите, каждый второй из погибших в ДТП детей ехал без специального кресла. В трех из четырех случаев наезда на пешехода это все происходит вне пешеходных переходов. На мой взгляд, эти трагические цифры должны напрочь отбить желание нарушать правила дорожного движения. Но сами по себе цифры этого не делают. Отдельная, острейшая, что называется, наша проблема это нетрезвое вождение. Более 12 тысяч происшествий в год совершаются пьяными водителями. И этому нет вообще никаких оправданий. Ведь дорожное движение само по себе достаточно опасно. Зачем же рисковать жизнью и своей, и своих детей, и окружающих? Как я уже сказал, по статистике дорожных происшествий у нас есть неплохие тенденции. Но что бы ни говорили, это означает, что наши усилия усилия, которые предпринимает общество и государство в целом, они в правильное направление дают эффект. И этот факт, с другой стороны, дает нам силы для дальнейшей работы. Мы продолжим решать проблемы комплексно, используя современные стандарты и современные требования. Месяц назад я поручил правительству представить предложение по изменению уголовного и административного законодательства. Вы помните, с какими это событиями было связано. Эти изменения предусматривают наказание за пьяное вождение в виде очень существенного штрафа. И одновременно лишение прав на более длительный по сравнению с действующим порядком срок вплоть до пожизненного лишения. Это нужно еще обсудить, конечно. А также уголовную ответственность за вождение в пьяном виде, если это действие совершено неоднократно, то есть если несколько раз человек в таком состоянии управлял транспортным средством, предлагается усилить уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии. Если это повлекло тяжкий вред здоровью, смерть двух и более человек, что именно предлагается? Во-первых, ввести нижний предел срока лишения свободы пять лет и увеличить верхний предел до пятнадцати лет. Ведомствам также поручено разработать вопрос о возможности временного изъятия транспортного средства, чтобы обеспечить исполнение решений по административным делам нетрезвых водителей. Планируется также усилить административную ответственность водителей за превышение скорости, за проезд на красный свет, за выезд на встречную полосу и другие наиболее опасные нарушения правил дорожного движения. Ответственность за них будет дифференцированной с учетом персональных особенностей. Например, для Москвы и Санкт-Петербурга это может быть до 500 тысяч рублей, для других регионов до 250 тысяч. Это требует еще окончательного обсуждения и согласования. Мы будем совершенствовать механизмы страховых выплат без составления протоколов и порядок, соответствующий возмещения ущерба потерпевшему в дорожно-транспортном происшествии. Конечно, важно также заниматься самими правилами возмещения. Я неделю назад подписал постановление, к которому утверждаются правила расчета суммы страховых компенсаций тем лицам, которые пострадали по вине транспортной организации, по вине переводчика. По многим позициям такие страховые выплаты увеличиваются многократно. Существенным образом меняется и порядок, который действовал в нашей стране 20 лет последних. Пока пострадавший пассажир получает всего 12 тысяч рублей. Это совсем небольшая сумма. С 1 января следующего года сумма страхового возмещения на общественном транспорте увеличивается до 2 миллионов рублей. Вводится очень простой, надеюсь, порядок с коэффициентами, каким образом пострадавшее лицо сможет получить деньги от страховой организации. Повысятся требования и к инструкторам, и к качеству обучения в автошколах. Министерство транспорта должно разработать правила перевозки детей организованными группами. Они есть и сейчас, но это должны быть более строгие правила. А также правила перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом современным. Минздрав должен усовершенствовать и законодательство по вопросам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения. И должен предусмотреть требования, в том числе, об обязательном медицинском освидетельствовании водителей. Причем это должно делаться не реже одного раза в пять лет. Конечно, все эти нормативные новации, новые правила, до их принятия должны быть подвергнуты тщательной экспертизе, в том числе антикоррупционной экспертизе, чтобы не создать последствий неблагоприятного плана, чтобы устранить возможные лазейки для злоупотреблений и коррупционных действий. Соответствующие задачи поставлены и перед Министерством внутренних дел, и перед Минюстом, и перед Генеральной прокуратурой. Предложения, о которых я сказал, должны быть подготовлены по итогам этого года, до конца текущего года. Часть из них уже поступила в правительство. Дорогие друзья, но даже самые хорошие законы и правила ничего не исправят, если их не выполнять. Правовой нигилизм каждый должен искоренять в себе сам. Все мы не без греха, и все мы должны начинать с себя. Сегодня Россия абсолютно открытая страна. Многие наши граждане свободно ездят, путешествуют на автомобилях по миру, видят и положительные стороны, видят и проблемы в других государствах. Поэтому мы продолжим активное сотрудничество со всеми странами на эту тему. Я хотел бы обратиться ко всем водителям и пешеходам. Мы должны понимать свою меру ответственности на дороге. И исходить из того, что безопасность дорожного движения во многом определяет качество жизни. Если говорить прямо, определяет саму жизнь. И вместе мы сможем сделать ее лучше. И так же лучше. Продолжение следует...